Приветствую вас! Смотрите, что получается у вашего обстоятельства. Вот вы говорите, что вместе со своим мужем вы живете пять лет. Пять лет вы живете вместе, а второй год замужем. То есть три года вы прожили в гражданском браке, а сейчас, после этих трех лет, вы прожили два года, получается, второй год вы живете в браке отключаемом. И что из этого можно заключить? Вы, кстати, еще не написали, сколько времени вы знакомы по своим мужем. Кстати, вот этот момент, он тоже очень-очень важен. Значит, вот вы прожили вместе, ну, какое-то время. Время достаточно, ну, наверное, большое. То есть все-таки почти пятый год, да? Вы пишете, что, значит, в последнее время вы ругаетесь со своим мужем. И, собственно, отсюда у вас все проблемы возникают, как я понял. Давайте попробуем тогда с вами, ну, как-то определить. А почему, собственно, ругаться начали вообще? А с чего начал за конфликт у вас? А ведь вы же какое-то время жили мирно, спокойно. А мужчине настолько неприятно то, что между вами сейчас происходит. Он даже ночевать стал меньше дома. То есть, значит, что-то достаточно серьезно вашего мужа достает, раздражает и вызывает беспокойство. Давайте попробуем вот этот момент с вами для начала разобраться все же. Почему так произошло? Из-за чего вы начали ссориться? Какие, например, у вас претензии к своему мужу? Какие у него к вам? Можно подумать над тем, что вы можете сделать для него. Что вы можете, ну, в чем вы можете пойти навстречу своему мужу. Но для начала все же желательно бы определить именно, откуда у вас возникли проблемы и из-за чего они у вас возникли. Это, пожалуй, самое главное, что вам нужно сделать. Дальше вы пишите о том, что на данный момент вы беременны вторым ребенком и очень расстроены. Из-за того, что вы боитесь остаться одна с двумя детьми. И действительно, хорошего-то в этом мало, а в том, что вы можете остаться одна с двумя детьми. Ну, во-первых, семью еще можно сохранить, благо она еще у вас не распалась, благо она все-таки еще у вас эта семья есть. И пока она у вас все же есть, я думаю, что есть надеясь, что можно будет что-то сохранить. Вы только постарайтесь все же проблемы выявить. Определите для себя, из-за чего у вас возникают конфликты. Определите, из-за чего, по какой причине вы начали ссориться, что вас все-таки не устраивает. Вот вы ругаетесь. Когда вы ругаетесь, вы друг друга не слышите. Потому что вы говорите на одном языке, вы говорите на одном уровне, и в итоге никто из вас друг друга не слышит. Но это очень плохо, потому что как же вы можете тогда надеяться на то, что получится что-то решить. Так не бывает, к сожалению. Поэтому давайте мы с вами сейчас постараемся прийти к выводу, что нужно выслушать все, что мужчине не нравится именно вот в контексте вас. Все, что его не устраивает. Вот обо всем этом нужно будет с ним поговорить. Все это нужно будет с ним обсудить. Ну и на понять, что не нравится вашему мужу, и можете ли вы без ущерба себе это ему дать. Конечно, если он требует от вас чего-то невозможного, то тогда о том, чтобы идти ему навстречу, речи быть не может. Но мы пока не знаем, чего хочет ваш мужчина, а это значит, что вполне вероятно, что вам вполне было бы по силам. И тогда выяснение этих моментов станет основой для того, чтобы вам начать менять свою жизнь. То есть брать ее, ну, своего рода под контроль. Это первый такой большой класс. Дальше. Вы пишите. Я боюсь остаться одна с ребенком. Ну, во-первых, вы знаете, бояться можно очень долго, и в итоге вам это совершенно ничего не даст. Вообще. Поэтому именно бояться вам нужно прекращаться. Серьезно. А страх не принесет вам ничего хорошего. Ну и что нужно сделать? Вот появилась у вас вероятность. Вероятность того, что вы останетесь одна. Вероятность того, что вы будете без отца ребенка, значит, нужно представить, что это уже, по сути дела, произошло. Необходимо представить себе ситуацию уже сейчас, при которой случилось то, чего вы боитесь. Это необходимо для того, чтобы вы подготовили себя к возможному наступлению негативных обстоятельств в вашей жизни. И чтобы вы уже начинали адаптироваться к этим возможным негативным моментам. Представьте себе, просто поиграйте в воображение. Представьте себе, что вот это уже случилось. И подумайте, что бы вы сделали. Что бы вы делали. Как бы вы себя вели. Какими будут ваши действия. И так далее. И позаботьтесь о том, что бы это наступило тогда, когда этого вы хотите. Когда вы позволите этому наступить. А не тогда, когда это произойдет самостоятельно. Вне зависимости от вас. Далее, по поводу второй беременности. Хочется сказать вам так. Ну, вы не пишите, сколько вы беременны. И можно ли сделать аборт. Но если вы не хотите этого ребенка, то подобный вариант рассмотреть может. Потому что тоже нет ничего хуже, чем нежеланный ребенок. Для самого ребенка это тоже очень плохо. Вот. Далее. Последнее, что я хотел бы вам сказать. Подключается в том, что подумайте, чего вы хотите. Вот сами для себя. Чего вы хотите? Хотели бы вы, например, допустим, сохранить свою семью? Хотели бы вы, допустим, как-то ее улучшить? Хотели бы вы решить конфликты? Ну, свои конфликты, я имею ввиду. В смуте. Если да, это потребует от вас определенных усилий. Это потребует от вас, возможно, детального анализа всех отношений с ним. А также, скорее всего, отношений до встречи с ним. Потому что, ну, та ситуация, в которой вы оказались сейчас, это, знаете ли, не так просто и не случайно. Вы оказались в ней, в этой ситуации, я имею ввиду. А очень может быть, и скорее всего, что у вас в эту ситуацию поместили определенные обстоятельства, которых вы пока не осознаете. Их нужно осознать и продаботать. Может быть, некие страхи, может быть, что-то еще, что вам не видно по своей позиции субъекта в данных ситуациях. Но, тем не менее, разобрать это нужно. Нужно для того, чтобы вы отдавали себе отсчет, куда вы идете, чего вы хотите, куда стремитесь и так далее. Это очень-очень важно для вас. Ну, наверное, на этом можно закончить, потому что ваш вопрос не очень информативен, ваш вопрос не очень полный. Его нужно дополнить, чтобы эксперты могли-могли дать вам более, так сказать, полный ответ на ваш запрос. Ну, а пока надеюсь, что помог вам. Пока надеюсь, что вы получили некоторую пищу для размышлений. И надеюсь, что вы сделаете определенные выводы и будете изменять свою жизнь к лучшему. Я желаю вам всего доброго. Если остались вопросы, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!